Итак, здравствуйте дорогие друзья, с вами вновь Тесла. Сегодня мы продолжаем проходить Мору. Очень много времени прошло с тех пор, как вышел мой первый летсплей. Все это время я тратил, чтобы подтянуть техническую часть. Ну и позже я объясню, почему все так долго, как дальше у нас будет идти летсплей. Я очень рад, что меня поддержал очень много людей. Спасибо вам огромное. Мое видео отсидели по достоинству и я надеюсь сделать его намного лучше. Итак, я напоминаю, в прошлом выпуске мы обчистили пещеру Адмисатус, освободили рабов и убили всех бандитов. Сегодня я думал пройтись немножко по деревушке Саидонин, но знаете, для многих уже опытных игроков это будет достаточно скучно. Поэтому я решил не особо уделять ему слишком много внимания. Поэтому мы для начала, я просто отдам Фарготу его прелесть, его любимое кольцо. Кстати, тут можно взять миссию про тайник Фаргота. Вот в этом трактире стоит Нордлинг на втором этаже. Тоже миссия достаточно интересная. Можете пройти и подзаработать немного денег, а также вернуть свое кольцо. А мы на этом останавливаться будем не особо. Сейчас мы поедем в город Балмару. Вы увидите, как сменится у нас окружение. Сейчас вы видите вот такие вот имперские дома. Наверное, хусена, солома. И вы увидите другую совершенно архитектуру этого замечательного мира. Вот. Это Силстрайдер. Это такая блоха, на которой ездит. Очень интересная задумка. Так. Сейчас мы поедем в Балмару. 14 золотых стоит поездка. Нам это по карману. У нас 490 золотых. Итак. Вот он город. Это совершенно другой город. Он очень отличается от севенина. Он гораздо больше. Гораздо интереснее. Всего существует 3 великих дома Хлау. Это Ридаран. Это у нас Дальвани. И Хлау. Все 3 дома владеют своей определенной территорией. У каждого из них есть своя собственная столица и набор городов. Каждый из них вы можете ступить. Ридаран это воины. Хлау это торгаши и боры. А Дальвани это у нас маги. Первый раз когда я приехал в Бальмару, мне показался этот город просто громадным. Я не знал куда пойти, что делать тут. Но сейчас я вас проведу краткую экскурсию по этому городу. Здесь есть много торговцев. Вот торговец, вот, вот, вот. В общем есть где разгуляться и где потратить наши деньги. Сегодня что я планирую сделать в нашем летсплее. Мы отправимся за одной очень читерской вещью. О которой почему-то мало кто знает в море. Но тем не менее она есть. Это для того, чтобы наш летсплей немножко ускорился. Так. Для начала мы зайдем в гильдию бойцов и вступим в нее. Нет, не потому что мы будем ее проходить или что-то делать с ней. Мы здесь должны взять у них кое-какие припасы. Вот. Можно поговорить с Айди, с огненный глаз. И вступить в гильдию бойцов. Можно узнать устав. Конечно. И вот мы уже союзник гильдию бойцов. И можем использовать припасы гильдию бойцов. То есть здесь у нас дешевое восстановление здоровья. Стандартное восстановление усталости. Делие восстановление здоровья. И молотки кузнеца. Для починки оружия. Железный меч искор нам уже не нужен. Это в прошлый год. Так. Мы можем его положить. Значит просто положим его вот сюда. Грибы, светящиеся, сырые шкафы тоже нужны. Так. Это все сейчас мы куда-нибудь уберем. Так. Мы немного закупились припасами. Теперь. Мы должны продать всю эту скуму. Весь этот лунный сахар. И для этого мы зайдем в гильдию магов. Которая находится по соседству с гильдией бойцов. Это наркотические все вещества. Поэтому никакие другие торговцы, кроме как алхимиков, вас этот товар принимать не будут. Так. Илью магов можно и не вступать. И вот у этой коджитки мы можем найти деньги. И лунный сахар. Вот. У нее 800 золотых. Мы можем продать ей скуму. За 478. И вот сейчас мы вот так вот продадим. Вы видите, цена достаточно большая на первое время. Так что всегда продавайте вот все эти наркотики. Да, вот. 12 скумы. А, 2 скумы, извините. 12 сахара. И поторгуемся. Обьем цены. Предложим. Все. Продали. Так, у нас есть достаточно большой запас денег. Теперь я поеду быстренько в кальдеру, чтобы купить пару колец. Не то, чтобы они мне были очень необходимы, но они гораздо упростят наш путь заветной цели. Нашей читерской вещицы, к которой мы сегодня пойдем. Так, кальдера это также имперский город. Уже такой более цивилизованный, чем Сейдали. Я полагаю, что где-то здесь прогрессит кольца. Поставщик. Да, да, да. Так. Торгуем с ним. Кольца. Кольца, кольца нам нужны. А, нет, не у него, значит. Я был уверен, что у него... ... эти кольца. Так, подождите. Видим отсюда. Память меня подводит, конечно. По-моему, здесь. Торговец. Так. Да, наверное, скорее всего здесь. Одежда. Так, зачарованные кольца. Удар огня. Мы возьмем. И удар молнии. 125 золотых. Торгуемся. Снедим цену. Так. У нас есть два кольца теперь. Очень сильных. Но все равно подойдут, чтобы расправиться с противником. Теперь мы направимся обратно в Бальмару. Поговорим с Кайм Касадесом. Так. Где тут мы? Телепорт. Так. Бальмара. Гильдия магов. Вообще-то, как говорится, Балмара. Но почему-то я Бальмара. Так называю, уже привык. И неохота переучиваться. У нас есть уже достаточно припасов. Даже для восстановления усталости. Здоровье. Пара колец. Мы уже практически можем отправляться в путь. Так. Загрузка. Сейчас для начала еще зайдем к Кайм Касадесу. Который, в принципе, и будет выдавать нам задания основной сюжетной линии. Я их пока не собираюсь проходить. Пока достаточно не экипирую своего героя. Для таких... Далеких поездок по миру. Так. Кстати, если кто-то не может найти Кайм Касадеса, можно спросить вот в этом клубе. Это, в принципе, так и по квесту задумано. Но мы не будем спрашивать сразу же зайдем в этот домик. Да, вот такой вот дом. Вот он наш Кай Касадес. Дорогой наш учитель. Наставник. И вот, доложит Кай Касадесу. Да. Отдали ему пакет. С приказами. И вот, мы вступили. К ордену клинков присоединились мы. Что это за орден такой? Это фактически глаза и уши императора. Это такая разведка его. В будущих частях они его личные телохранители. Но пока что они разведка вот такая. Хотя, может и сейчас телохранители. Кто знает. Ну, в общем, пока что не суть. Мы будем продвигаться по служебной лестнице. Кстати, на служебной лестнице. Все не так просто, как могло бы показаться. Вспомним тоже Обливиан или Скайри. Нам просто давали повышение один за другой. Выполняли квесты. Здесь все не так. Посмотрим. Вот. Мы вступили, допустим, к гильдию бойцов. У нас есть ранги, так называемые. Начинающие и дальше по лестнице. А также навыки. Чтобы получить следующий навык, допустим, нам нужно иметь силу 40, допустим, и выносливость 40. Главные навыки у нас должны быть хотя бы 10 секиры, длинные клинки, дробящее оружие, тяжелые доспехи, кузнец или защита. Если у вас они меньше 10 или так вот плохо развиты, дальше параметр будет расти, то повышения вы не получите. Нужно учиться у учителей, либо самим зарабатывать опыт и вот тратить его на ваши навыки. Так. Итак. Сейчас я думаю... Ах, да, точно. Я совсем забыл, дорогие друзья. Я хотел переодеться. Мне эта мантия совершенно не к лицу. Мы вовсе не маги. Хотя, вот, я хотел вступить в гильдию магов и пройти еще дом Телвани, потому что, мне кажется, это наиболее такие интересные сюжетные линии у них, чем, допустим, дом Арида Рана или Хлау. Но мне больше Телвани, конечно, нравится. Так. Вот поместение Рана. Здесь мы немножко приоденемся. Кстати, сохранимся. У меня довольно часто вылетает игра. Так, пройдем наверх. Он даже за нами не пойдет. Ему без разницы, что тут делать незваный гость. Возьмем отмычку. Так как отмычки у нас достаточно неплохо развиты, мы можем скрывать замки даже такого уровня. Вот, ура. Сейчас зайдем, заперемся. Можно, в принципе, это вскрывать у него все. Просто поповышать навык. Давай. Что-то у него геродистское бренди. И, кстати, вот не понимаю, в следующих частях называется уже мир Теса, не Сиродиил. То есть Сиродиил, а не Киродиил. Мне кажется, Киродиил был бы намного лучше. Я бы придушил того человека, который назвал его Сиродиилом. Кстати, вот это очень нужная вещь. Буду еще она понадобится. Какой-то миссии я точно не помню. По какой-то миссии, извините меня, друзья. Итак, вот мы можем тут немножко приодеться. Мы черная рубашка. Считаю, она подойдет. Мантию мы уберем. Панталоны, панталоны. Такие-такие-такие мы можем взять. Я считаю, вот такие желтые киньи. Нам больше подойдут. Скроем этот шкаф. И вот ботиночки. Так, теперь мы выглядим намного лучше. Намного красивее. Такие мажоры. Ну, ничего. Так. Возьмем, кстати, меч. Лучше в руки тоже не отмычкой мы будем всяких монстров бить. Так. Кстати, меня, может быть, сейчас даже достаточно плохо слышно. Пока что с этой проблемой я тоже работаю. Возможно, я как-то смогу улучшить звук, но звуковые эффекты намного громче, чем мой голос. Я сколько их уже не снижал. Они просто на самом минимуме стоят, но они все равно очень громкие, друзья. Так что извините. Итак, сейчас мы направляемся в один городок под названием Гнисис. Хотя я всегда его привыкал называть Гнинис. Потому что еще в детстве я неправильно прочитал это название. Шесть лет назад, когда я еще играл. И вот уже все время сейчас называю Гнинис. Но постараюсь переучиться для вас. Из... Так, отправимся в его из Альдруна. Из Альдруна, да. Если мне память не изменяет. Альдруна это главная столица дома Ридаран. То есть тут, смотрите, архитектура уже совершенно другая, в отличие от Балмары. И тут все-таки пески. Это прах, точнее. Пепельные бури. Пепел, прах. Ну, все самое такое. Итак. И из этого города мы отправимся в Гнисис. Где и раздобудим нужные нам вещички. Какие-то интересные шмотки. Итак. Вот, посмотрите, какое мы путешествие проделали. Мы были в Бальмаре. Потом мы приехали в Альдруна. Отсюда в Гнисис. То есть, если было бы это все шагать пешком, это бы заняло у вас полчаса, час точно. Это точно, говорю, даже, да, час. Потому что всякие монстры, ну, еще тут такие, такой ландшафт, горы. Так что это бы у вас заняло очень много времени. Мы его сэкономили у моего летсплея. Итак. Что мы тут раздобудим? Те черные ботинки и меховую шапку мы выкинем. Тут не очень холодно. Так. Для начала, мы не пойдем за четверской вещью. Мы еще одну вещицу раздобудем. Это у нас кольцо Денстагмера. Это один из артефактов. Достаточно сильных. Он может защищать от различных видов магии. Он находится вон в той гробнице. Сейчас ужасный тубан. Ничего. Как мы пройдем через него? Кстати, в воде очень много рыбы. Я боюсь на нее не попасть. Так. Ах, вот рыба. Сейчас защищаться будем. Давай, давай до берега недалеко. Совсем нету сил, поэтому мы часто промахиваемся. Так. Ух, добрались. Сохранимся. Потому что часто в гробнице всякие ужасные твари. Так. Хоть бы повезло и нам не попался никто. Да, ура. Сейчас мы зайдем вниз. Закроем здесь оба дверку. Твари достаточно сильные. А я напоминаю, мы все еще первого уровня. Уровень я не повышал. И вот. Здесь хранится такое вот кольцо. Халявное. Вещица. Так. Вычурный рубиновый милет нам не нужен. И тут ловушка у нас. Берем щуп, который мы еще не пользовались. И откроем ловушку. Так. Урна с надписью De Briant. Возьмем отсюда кольцо Динстагмера. Вот. Оно стоит 12 тысяч. Но мы продавать его, конечно же, не собираемся. Оно дает сопротивление огню, холоду и электричеству 30%. Это очень неплохо, я бы сказал. И лежит прах De Briant. Ну, мы его трогать не будем. Что уж нам беспокоить мертвых. Так. Берем опять снова наш меч. Надеюсь, на выходе нам тоже никто не попадется. Иначе придется бежать. Укроем дверку. Тут скелет какой-то лежит. Остальное длинный меч. Да, не повезло. Эх. Так. Нам опять плыть через этих ужасных рыб. Эх. Так. Как бы нам забраться-то лучше всего? О, по-моему, я вот тут-то мог забраться как-то. Как-то это же я мог. Видите, какие выступы я говорю. Левитацию надо беречь. Потому что вот часто в таких ситуациях, оказываешься, когда-то где-то не забраться. Вот мы можем ходить фактически по ответственным скалам. Да. Хорошо. Итак. Сейчас я вам покажу путь к читерской вещице. Она называется Амулет теней. И дает 80% хамелеон. Вы позже в моих летсплеях увидите, почему он читерский. Эх, так. И пока мы идем до этого Амулета, я бы хотел поговорить, почему вот так вот мои летсплеи выходят. Почему вот так вот все долго. Мне лично постоянно пишут, когда же новый летсплей. Что такое. Я вам отвечаю, дорогие друзья. Сейчас у меня учеба. Очень много дел. Надо сдавать экзамены. И поэтому я пока что не делал летсплеи. А вот этот делал, чтобы как бы еще поддержать ваш интерес к моей работе. Так. Так что извините, пожалуйста, друзья. Я пока выходить не буду. И мы пойдем вот сюда. Если мне память не изменяет. И мы сейчас не забудемся. Потому что я могу легко забудиться, дорогие друзья. Я путь совершенно не помню. Не помню, что нужно найти на Ориентирхо и Белокиху. Я надеюсь, мы как-то уверимся. Хотя, по-моему, я уже не так. По-моему, можно было сначала на левую или направую. Ну, я надеюсь, мы все равно найдем. Дороги в дальние. Так. А, нет, нет. Помню, вот этот мост. Там тоже есть костер. Да, да. Видите, в игре очень легко забудиться. Потом не дойдешь до нужного места. Ах да, мы вот почти пришли. Будем сражаться в нем. Вот, кстати, можно увидеть плохо, но в тумане красную луну. С ней связано третье дополнение для Морровинда. Это Ладму. Третье сюжетное дополнение. Я думаю, мы его пройдем. Так, мы добрались до места. Там, вот стоит девушка. Около небольшой лужицы такой. Можно выполнить за нее миссию и помочь достать кольцо, которое упало в это озеро. Но искать вы, честно говоря, друзья, запаритесь. Очень сложно найти это кольцо. Мы ей помогать не будем. Потому что она сразу же со своей напарницей нападет. И где же откроется именно этот амулет, спросите вы. Как ни странно, вот. Вот эта женщина еще одна темная эльфийка стоит тут и ждет, когда та даст сигнал для нападения. Мы их ждать не будем. Сейчас я отдохну, чтобы восстановить свои силы. Надеюсь. Так, нас никто не побеспокоит во время отдыха. Да. Вот. Туман немного рассеялся. Теперь неплохо повоевать. Что ж, друзья. Бой будет очень сложным. Но я взял бутыльки с восстановлением здоровья. Напоминаем мы первого уровня. Завалить двух человек. Особенно достаточно таких мощных. Будет сложно. Поэтому я не знаю, сколько я, друзья, буду умирать. Может даже и с первого раза все сделаю. Лучше бы так и получилось. Итак. Что ж. А, кстати, возьмем наше кольцо. Это темный эльф. Так что огонь на него не будет действовать. Так что возьмем молнии. И так вот сюда немножко его. Стратим все наши... Так. Ах. Что ж. Да что ж такое-то. Прямо уже с первого раза попало. Ах. Так. Выпьем-ка. Дешевое восстановление здоровья. Я не знаю. В принципе, дешевого. И стандартное восстановление. Так. Так. Какой сильный удар. Ах. Давай же. Пока вторая не пришла. Давай, давай. Так. Не промахивайся. Что ж ты. Ах. Так. Нужно выпить еще изделия. Мы уже почти ее пили. Наверное, скоро ее подружка на подходе. Мы должны пока что... Так. Ну, бей же. Не промахивайся. У тебя же полно сил. Так. Мы имеем стандартное зелье восстановление. Сил. Так. Давай, давай. Давай. Еще чуть-чуть осталось. Еще немного. Еще чуть-чуть. Давай. Что ж такое-то? Ааа. Подошла ее подружка. Как плохо-то. Я надеялся, что заводил с первого раза. Увы, друзья. Видимо, не удастся нам. День сад. Видите, еще раз попробовать сначала. Так. Ура. А, нет. Нет, нет, нет. Ах. Что ж такое-то? Ах. Черт. Так. Ладно, перезагрузимся. Фух. Бой достаточно сложный. Нужно успеть завалить эту темную эльфийку до того, как подойдет его подруга. Потому что она нам очень мешает. Ах, да. Я забыл совершенно. Можно же использовать страж предков. Что ж я так... Он дает же светоч. И враг по нам промахивается. Так, давайте-ка еще раз. Заново. Так. Давай же. Так. Иные клинки у вас повысился. Так. Давай. Давай. Еще чуть-чуть. Давай же. Так. И, и, и. Давай, 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 давай. 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 А, подбежал напарница. Очень плохо. А, давай. На том использовал. Нужно было тугить. А, где же, где же, где же наша лучница-то? Я не вижу. Что ж такое-то? Где же она бежала-то? А, она еще сильнее. Так. Ах, вот она, где. Пакостить нам там. Есть. Убили, убили. Сохранимся. Быстрее. Так. У нас есть шанс победить. Ах, ты что ж, отравлением меня. Стандартное зелье восстановление здоровья. У нас еще даже осталось. Так, еще. Пей, давай. На. Давай, доставай меч. Что ж такое-то? Пейся с ней. Пейся. Давай. О, опять у нас здоровье. Не очень. Так. Давайте-ка огненных шаров достанем. И давай, давай. Все. Победа, дорогие друзья, победа. Хух. Со второго раза, но мы их победили. Так, что у нее? 130 золотых. Плохо тут наворовали. Нам уже это кольцо не нужно. Отравление 5-5-9. Нам тоже не нужно. Короткие пленки. И, к тому же, мы с ними не очень хорошо обращаемся. И так, вот она. И вот наш амулет. Самая читерская вещь в море. Амулет теней. 1 миллион 80% на 60 секунд. Цена 750 золотых. Следующий бокс-плей мы пойдем за такими вещами, как хризами. Очень сильные вещи. Один из самых сильных ключей в море. Не считая там трибунала или бакуна, только в море. Потому что дальше в трибунале у нас будет истинное пламя, огонь, надежда. И они намного сильнее. Вот это вы все можете, конечно, продать. Но мы не будем. Я знаю уже, где с помощью этого билета достать деньги. Фактически можно уже с ним достать деньги где угодно. Так что пользуйтесь. Здорово, дорогие друзья. Сейчас я даже покажу вам, как он работает. Борус поможет теней. Надеваем его. И становимся невидимыми. Вот так вот. Ну, полувидимыми такими. Как призраки. Кстати, меч. В прошлый раз я забыл сохраниться. И как вы помните, у меня был серебряный меч. Но в этот раз у меня такая вот катана. Я перепрошел тот уровень. И вот выпала такая катана. Многие уже заметили. Что ж. Давайте-ка на этом я выпуск свой. Второй завершу. Свой второй летсплей. Ждите следующих. Я никуда не ухожу. Я знаю, что вы ждете моих летсплеев. Спасибо вам за просмотр. Комментируйте. И я думаю, все. До встречи, дорогие друзья.